Летите к мечте, стремитесь к вершинам, Ведь жизни и здоровья даны нам не зря. Цените родных, берегите любимых, Но только прошу, не болейте, друзья. Но только прошу, не болейте, друзья. Поверь мне, Люся, эти средства от насморка, они самые лучшие. Я им пользуюсь почти каждый день и целый год. В эфире программа «Не болейте». С вами Бермет Бартабасова, эксперт по доказательной медицине. И мой коллега Шабдан Раскулов. Наступила теплая пора. И это для кого-то праздник, а для кого-то просто кошмар. Сегодня мы будем говорить о Рените. В простонародье насморк. Нос не дышит, не чувствует запахов и из носа течет. Каковы причины этого и как защитить нос? У нас в гостях эстрадный певец и композитор, любимец публики, звезда экрана Адиль Чекилов. Хорошо поставлен голос. Идеальный внешний вид. И отсутствие насморка, составляющего удачного выступления любого артиста. Адиль Чекилов, известный эстрадный певец, знает об этом не понаслышке. У Адиля предрасположенность к аллергии. Я дыхательной гимнастикой занимаюсь, например. Например, вот такие вот движения. Одну ноздрю закрываешь, вдыхаешь, другое ноздрю открытое. Дыхаешь, потом закрываешь, выдыхаешь, который ты закрыл. И вот такие вот движения, ну, как бы, дыхательные, да. Артист делает дыхательную гимнастику по 10 минут в день. Он считает, что чем старше человек, тем больше внимания должно уделять своему здоровью. Вы вот хотите взять интервью, и у вас голос не стучит. То же самое для певица, наверное. Это такая ситуация, да? Как же? Расскажите, Адиль, насморк перед выходом на сцену – это катастрофа? Ну, честно говоря, для любого артиста, для любого творческого человека это действительно выход на сцену – это ответственность большая. Поэтому… Тут еще нос не работает. Да. Бывают такие ситуации, конечно. Ну, конечно, нос для эстрадных певцов, для вообще, для служителей сцены – это очень важный инструмент. Важную роль играет в деятельности. У вас есть такие экспресс-рецепты при таких экстренных ситуациях? Ну, самое распространенное, ну, это обычно солевой раствор, ну, если на скорую руку, если вот как… И помогает? На гастролях, да, если вдруг, да. Ну, с собой, естественно, в аптеку забегаешь, покупаешь, там, нафтезин или еще что-нибудь, там, сонарин, там, ну, много же средств всяких. А как у вас в семье? Есть аллергия у членов семьи? Ну, аллергия, как таковая она, ну, предрасположенность, может, есть, как бы, так, аллергии-то нету. А часто простужаются, чтобы вот нос не работает у детей, у взрослых, у вас? Ну, по сезону, да, вот бывает, когда вот холода насыпает, да, бывает, что просквозит на сцене где-то это. Ну, вот кроме нафтезина, кроме солевого раствора, что вы еще такого делаете, чтобы справиться? Ну, вот как вы видели сюжет, да, я там говорил о том, что дыхательная гимнастика там все. Как вы это делаете? Поделитесь. Когда вдыхается, вот, одной ноздрёй, воздух набирается, и выдыхается другая ноздрёй. И вот так нужно. И некоторое время? Поочередно. Да, поочередно. Хотя бы вот как в сюжете. Это помогает, да? 10-15 минут, это... Заложенность носа проходит. Да, это... Ну, и хватает этого, в принципе, да. Достаточно, чтобы концерт дать. Ну, это мой опыт, я не знаю, может, у кого-то, конечно, опыт совсем другой, да, но... Мне это помогает. Аллергия, насморк. Купил препарат, читаю о побочных эффектах. Сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрей. О, боже мой, стою и думаю, а может, с насморком ходить? Слово об аллергии. Очень популярно в народе лечить заложенность носа аллергическую в соляных шахтах, в знаменитых качкорских соляных шахтах. Так ли это? Помогает ли соль справиться с недугом дыхательных путей? В Кыргызстане, в Качкорке, есть соляные пещеры, которые сформировались на месте древнего озера еще 40 миллионов лет назад. Сегодня здесь находится спелеологическая лечебница. В пещерах очень мало бактерий, воздух дезинфицируется сам. Аллергики и астматики, приезжающие на лечение, чувствуют себя комфортно, поскольку сюда не проникают внешние раздражители, которые бы затрудняли дыхание. Температура воздуха в любое время года минус 10 градусов. Спелеотерапия облегчает состояние больных с заболеваниями верхних дыхательных путей, таких как аллергический ринит, гайморит, хронический риносинусит. Вы смотрите программу «Не болейте», и мы говорим о заложенности носа. Пришло время задавать вопросы. Сегодня у нас в гостях в студии опытные практикующие врачи. Лор-врач Ипрахим Исламов и Гульмира Нажемединова. Педиатр-аллерголог. Сегодня многие в цветущий сезон страдают насморком. Аллергическим или сезонным РВИ, насморк, вирусная теология. В чем причина массовости? Вообще с каждым годом отмечается рост аллергических заболеваний, в частности аллергического ринита. Здесь очень много причин, которые влияют на течение и развитие этих болезней. В первую очередь, конечно, это окружающая среда, то, что у нас загрязнения, полютанты различные, выхлопные газы у нас или какие-то испытания в других странах тоже влияют с воздухом, они достигают и нашей страны. Также цветение и также наши социально-бытовые факторы тоже влияют на иммунную систему, вследствие чего развивается или увеличивается количество населения, страдающих аллергическими заболеваниями различного характера. В народе про аллергический ринит говорят это поленос. Чаще поленос это слово, когда ринит развивается в период цветения растений, деревьев, цветов и так далее. Аллергический ринит имеет сезонность. Это вот как раз приближается, да, сейчас время? Ну вот сейчас уже начало есть, потому что если у нас только начинает свистеть, то в других ближайших наших республиках, в Узбекистане, в Таджикистане уже цветет. Скажите, а есть генетическая расположенность к аллергии? Вообще все аллергические заболевания, включая и аллергический ринит, являются как бы наследственным. 70-80% детей, которые страдают аллергией, имеют наследственность у родителей или прабабушек, дедушек. А часто бывает, что наоборот, в детстве аллергии не было, а когда взрослеет человек, то она появляется. Бывает такое? Такое тоже бывает. Это где-то 15-20% аллергических заболеваний, развиваются аллергические заболевания. Когда нет наследственности, это влияет, конечно, на окружающая среда, которая приводит в определенный момент поломки иммунной системы, вследствие чего развиваются уже аллергические заболевания. Амир Ташалевна, а у Вас у самой встречается насморк? И какой он? Это простудный насморк или аллергический? Ну, наверное, к счастью. К счастью, у меня насморк бывает только при инфекционных или при вирусных, при бактериальных заболеваниях. Многие вирусные заболевания, особенно верхних дыхательных путей, сопровождаются воспалительными явлениями со стороны слизистой носа, которые проявляются заложенностью носа, чиханием, возможно, и обильным выделением. Конечно, это в первую очередь при вирусных заболеваниях, это как защитный механизм, потому что чихание и то, что выделение из носа, это показывает, что организм борется, хочет избавиться от избытка вируса. Да, да, да. То есть это защитный, но в то же время она, в свою очередь, приносит определенные трудности для организма, то есть оно приносит гипоксию, то есть недостаток кислорода, вследствие чего у кого длительный насморк, они жалуются, что у них головная боль, работоспособность снижается, определенные трудности. Проблемы со сном могут быть. Это может отразиться на учебе, на работе, постоянные головные боли. Да, да, конечно. И изменяется голос еще. Некоторые же говорят, ой, носовой оттенок, то есть это воспалительное явление, они затрагивают и верхние, и голосовые связки тоже, поэтому такое изменяется. Есть такое понятие народное лечение. Вот она имеет действительно какой-нибудь смысл? Лечиться народным способом? Ну, по поводу народного лечения, вот как фитотерапия, вот известно, да, травами там, или гомеотерапия, или там, что может быть, еще знахарем ходить, да, вот при, особенно при аллергических заболеваниях, я бы не советовала, потому что эти явления, они могут усугубить течение аллергических заболеваний, вследствие того, что оно еще больше вызывает чувствительность к этим веществам, например, вот я знаю... То есть могут быть осложнения какие-то, да? Могут быть осложнения, или же обострения даже заболевания, может быть. Был такой случай, когда мама лечила своего ребенка, 12-летнюю девочку, лечила травами, потому что она была категорически всех лекарственных препаратов, думаю, это химические вещества, то, что вы сейчас говорили, что все лекарственные препараты, они имеют побочное явление, конечно. И вот мама, она все время, все заболевания у своей дочки лечила фитотерапией, то есть она травами, да, там чаи, настои различные готовила, и в конце концов, вот после 12 лет, когда я первый раз увидела, у этой девочки развился обычная бронхиальная астма, которая... Да, кстати, это очень одно из серьезнейших осложнений, да, которое сопровождает длительные аллергические... Да, да, которое сопровождается приступообразным кашлем, затрудненным дыханием, удушья, может быть. Ну, бронхиальная астма еще у девочки сопровождалась с аллергическим ренитом. И когда вот тщательно собирали, ну, начало заболевания, чем лечили и так далее, и тогда было ясно, что мама, занимаясь многие годы фитотерапией травами, она вызвала у своего ребенка... Аллергизировала организм. ...сенсибилизацию, то есть, ну, вот как аллергизировала или сенсибилизацию к этим травам. Именно в период цветения этих трав, тем, которым она лечила, у девочки проявлялись симптомы астмы и аллергического ренита. Вот чему приводит природное лечение. Потому что, да, если уже есть аллергический ренит и длительный насморк, то уже нужно задуматься, как уже бороться с этим состоянием, да, чтобы не привести к астме. Потому что есть цифры, что порядка 40% идет сочетание, да, аллергического ренита и бронхиальной астмы. Да. Я бы рекомендовала всем матерям, имеющим детей с аллергическими заболеваниями, и всем людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, избегать от таких многих лечебных средств, включая и народное лечение, а также и медикаментозное лечение. Потому что аллергические заболевания, они требуют наименее, ну, меньшее количество лекарственных препаратов. Чем меньше лекарств и чем меньше наших действий в отношении лечения аллергии, тем больше мы спасем нашего больного, и тем меньше будут осложнений и обострения заболеваний. Нос и органы дыхания от излишних воздействий, которые, в свою очередь, вызывают чувствительность, или мы говорим, сенсибилизацию организма. Возможно, за счет наших действий, эти действия потом будут причиной развития и обострения аллергических заболеваний. Вот в чем проблема. Аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний на Земле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергия страдает около 40% населения нашей планеты. То есть почти каждый второй житель Земли. В современном обществе риск появления аллергии очень высок. Причина тому загрязнения окружающей среды – продукты и вещи с большим содержанием химических добавок и синтетических материалов. В каждом доме можно найти как минимум 6-7 источников развития аллергии, начиная от домашних животных и заканчивая тортом на день рождения. Аллергия представляет собой специфическую реакцию организма на самые обычные вещества, такие как продукты питания, шерсть, пыль, бытовая химия. У большинства людей эти вещества не вызывают аллергии или каких-либо реакций организма. Наша иммунная система – это защитная реакция организма, направленная на борьбу с вирусами. Организм же людей, склонных к аллергии, воспринимает совершенно безвредные вещества, как антигены. Когда в организм попадает даже небольшое количество этих веществ, организм начинает бороться с захватчиками. Аллергия появляется не сразу и не у всех. Люди, у которых имеется предрасположенность к аллергии, могут сталкиваться с разнообразными веществами на протяжении большого периода времени. Но это может и не привести к развитию аллергии. Однако, в зависимости от некоторых причин и условий, которые до конца не изучены, иммунная система запоминает вещество и вырабатывает к нему антитела, которые при следующем попадании антигена в организм вызывают аллергическую реакцию. Причиной развития аллергии является иммунный ответ организма, который может быть вызван огромным количеством веществ. Основными веществами, вызывающими аллергический ренит, являются уличная домашняя или книжная пыль, пыльца, шерсть домашних животных или чешуйки их кожи, споры грибков или плесени, бытовая химия. Также одна из причин – это курение. При курении постоянно повреждаются клетки слизистой оболочки дыхательной системы. Это приводит к формированию входных ворот для микробов, несущих на своей поверхности множество антигенов-аллергенов. Кроме того, курение приводит к загрязнению организма токсинами, что вызывает большое количество сбоев в иммунной системе вплоть до формирования аутоаллергии, когда иммунная система перестает отличать свое от чужого. Табачный дым оказывает чрезвычайно неблагоприятное воздействие на людей, предрасположенных к аллергическим заболеваниям. А никотин, содержащийся в табаке, усиливает явление заложенности носа. Еще одна причина – частые насморки, ларингиты, трахеиты, бронхиты и ангины. Все это приводит к тому, что в организме постоянно присутствуют патогенные микроорганизмы, наличие которых держит нашу иммунную систему в состоянии длительного напряжения. Таким образом, постоянное наличие инфекционного агента в организме приводит к появлению сбоев в работе иммунной системы. Слизистая носа, там очень много нервных окончаний. Нос выполняет массу функций, обоняние, прежде всего. Это один из важнейших пяти органов чувств. Дышит он. Однажды на лекции одного нашего известного профессора в постсоветском пространстве сидели, слушали, и он нам задал такой вопрос, что в этой жизни должен сделать мужчина, да? Ну, все стандартный ответ – посадить дерево, построить дом, родить сына. А женщина? Оказывается, никто никогда не задумывался. И он нам вот этот вопрос, когда задал, все призадумались. Ну, интересно. Ну, здесь, наверное, не вопрос интересный, ответ был интересный. Он говорит, родить здорового ребенка и научить его дышать носом. Нос в человеческом организме выполняет одну из таких важных функций. Дело в том, что немножко вот такое мнение существует, когда человек не дышит носом, кислородное голодание головного мозга. Такого прямого поступления, разумеется, нету кислорода в головной мозг через нос. Достаточно адекватного, да? Вот. Дело в том, что полость носа около носовых пазух представляет собой большое такое огромное рецепторное поле. Я обычно, когда пациентам рассказываю, это большая поверхность, которая имеет много включателей, выключателей, розеток, ну и так далее. То есть, устроя воздуха, проходя через вот эти поверхности, где-то включает рефлексы, где-то выключает. Скажем, нос, с одной стороны, достаточно простой орган, с другой стороны, если его рассматривать... Но не только для красоты, да? Да, да, да. То есть, достаточно сложный орган, как и анатомический, так и физиологический. Многие вопросы по сей день считаются нераскрытыми. Недавно только мы сами узнали, что в околоносовых пазухах вместо обычной воздушной смеси, оказывается, находится закись азота. Ну, для нас тоже много вот таких вещей, которые... Много новых сообщений. Да, нового, да. Вы знаете, я вот долгое время работал в Казахстане, я там смотрел передачу, там тоже вот что-то к этой теме подобное. И вот там провели исследование, и у них была задача выявить, почему в последнее время очень много появилось в Казахстане больных аллергиков и астматиков. И вот они проводили исследование, и вот как вот здесь уже говорилось, то, что вот выхлопные газы, там, туда-сюда, да, экология, да, это само собой, да. Но оказалось, что это просто в большинстве это из-за китайских вещей и продуктов. И вот это мне интересно было. Ну, это дополнительное химическое действие физическое, да, на наш ног. Как ли это, да? Сами продукты, они не вызывают аллергия, а вызывают то, что добавляют в эти пищевые продукты сейчас очень много... Пищевые добавки, да? Пищевые добавки для запаха, для вкуса. Если, допустим, молоко, да, которое, натуральное молоко, оно хранится день или два дня, а потом же закисает. А сейчас посмотрите в магазинах, сколько молока, там срок хранения написано 3 месяца, 6 месяцев. Месяцами. Месяцами годами, да, хранить можно некоторые продукты, которые на самом деле, натуральном виде, они быстро портятся. А я вот продолжу вопрос о деле. Вот спрашивали это от химического воздействия. А вот огромное количество дезодорантов, там, распылителей, освежителей воздуха. Это может повлиять на то, что нос не выдерживает? Вообще аллергические заболевания – это болезнь цивилизованной страны. И вот в последнее время мы сами заметили, да, вот даже здесь у нас на студии, сколько вот то, что пластиковые и химические различные строительные материалы, пластиковые окна, краски различные, да. И мы не знаем, ну, какого качества вообще, если они проверку проходят, в том числе и детские игрушки. Сейчас очень много участились случаи, когда у детей после того, как приобрели игрушки, у них развиваются риниты различные, кожные проявления. Это объясняется тем, что используются очень дешевые краски. А вот вы, Брахим, лор-врач, это ухо, горло, нос. Огромное количество вопросов задают по гланды, их называют в народе, по миндалинам. Что с ними делать, когда аденоидные разрастания? Часто ли к вам обращаются? И каковы сейчас способы лечения? Небная миндалина и то, что вы сказали, аденоидные разрастания, это как бы... Расскажите, пожалуйста, подробнее. О двух органах, то есть это разные органы. Это части так называемого лимфоэтилляльного кольца. Человек таким образом устроен, что входные ворота, нос, носоглотка, полость рта... Взаимосвязан. Вот, и вход в дыхательный пути, в частности, вот гортань, она окружена лимфоидной тканью. Защитное кольцо, ворота. Защитное кольцо. Так и называется кольцо, да. Так и называется кольцо. Дело в том, что эти органы, они предназначены, во-первых, скажем, для защиты, да, мы так называем защитная функция. Во-вторых, это информационная функция, то есть те антигены, те чужеродные вещества, попадая в организм, должны наши иммунные системы распознаваться. Это больше как иммунные органы. И, скажем, относиться к операции, например, в частности, да, к оперативному лечению, спустив рукав, и легко решать вопрос удаления или же оставления, тоже как бы будет, ну, самое малонекомпетентное. А вот еще у меня вопрос. Вот скажите, вот мы сегодня говорили о пищевых продуктах, о строительных материалах, да, влиянии на человека. Вот как домашние животные влияют? Среди домашних животных самым аллергеном, вообще по литературным данным, считается кошка. Котенок кошка. К сожалению, огромному. И почему вы думаете? Ну, потому что там кошка, в отличие от собак, все время лижет свою шерсть. А слюна, она высыхает, слюна содержит белок, который аллергизирует организм. Слюна кошки содержит белок. Белок, который аллергизирует организм и является причиной заболевания, аллергического ренита и других. И когда кошка ходит, и вот эта слюна, высохший белок, он может по шерстяным коврам, там, попадать в воздух и по сильной принадлежности. И происходит контакт ребенка с этим белком, который является причиной аллергических заболеваний. А вот тесные квартиры, это все-таки, наверное, плохая аэрация воздуха. Если чаще проветривать или держать все-таки домашних животных, если есть свой дом, там, не хочется отказываться от домашних животных. Конечно, это больно расставаться от того, что частое проветривание и так далее, оно, возможно, при вирусных заболеваниях помогает. Концентрация вируса уменьшается. А при аллергических заболеваниях нет. Потому что при аллергических заболеваниях даже хоть один белок, скажем, останется в воздухе, и то он будет причиной заболевания. Дорогие эксперты, ну тогда посоветуйте, что делать. Вот начинается жара, да, вот тополинный пух. И мы все, у нас страна тополинная, и мы любим тополя. Неужели их нужно вырубать там или что? Какие есть другие рецепты? Потому что это основной аллерген очень большого количества людей. Ну вот говорят, тополя, пух, тополинный пух, он аллерген, да? А на самом деле, если посмотреть, пух, на самом деле он не аллерген. Он переносчик. Он собирает на себя пыльца других растений, он в меньшей степени аллерген. Был календарь цветения, и там в неделю, там было, какие дни недели цветет определенное растение. Полынь, например. Ой, да, полынь, или там орехи, береза, ольха тоже, они цветут, сирень, они тоже являются аллергеном. И что порекомендовать больному, у кого поленос или пыльцевая аллергия, именно в этот период брать отпуск и уезжать в горы. Да, немного подальше от цветущих растений. Другую местность, да. Спасем нашу природу. Профилактические мероприятия, которые облегчают состояние нашего больного с аллергическим ренитом. В первую очередь, когда входите в дом, необходимо промыть открытые части тела, сполоснуть рот, носовую полость, сменить одежду. У меня вопрос к экспертам. В народе бытует мнение, вот, например, моя бабушка говорила, что если лечить насморк, то он пройдет за 7 дней, а если не лечить, то пройдет за неделю. То есть вы, как эксперты, что можете сказать по этому поводу? В принципе, то же самое нам говорили по патанатомии, когда мы учились. Дело в том, что вирусная инфекция, речь идет, скорее всего, о острой респираторной вирусной инфекции, имеет свои стадии течения. И в этой стадии, в принципе, как бы медикаментозно, другими способами вмешиваться достаточно сложно, так как в настоящее время отсутствует достаточно эффективных противовирусных препаратов. При хроническом гайморите возможно осложнение на голосовые связки? Я этим интересуюсь, потому что я вокалист. Меня вот этот вот вопрос интересует. Речь идет о дыхательном тракте, поэтому любой воспалительный процесс, который протекает, скажем, в полости носа, или же, например, в нижних дыхательных путях, а голосовые связки находятся где-то посередине. В принципе, воспалительный процесс и ниже, и выше имеет свои последствия для голосовых связок. Если речь идет об остром воспалении, то, в принципе, медикаментозное лечение, оно достаточно эффективным является. Вот. Если речь идет о хронических каких-то процессах в околоносовых пазухах, здесь нужно в каждом конкретном случае индивидуально разбираться. И не будем забывать, не будем забывать, как учил вас профессор, правильное дыхание. Да-да-да, профессор. Надо детство научить людей правильно дышать. Есть прекрасный метод профилактики болезни дыхательных путей. Это гимнастика. Дыхательная гимнастика. О ней сейчас нам подробно расскажет актриса театра Галина Кетова. Встречаем. Галина, вот вы, пожалуйста, может быть, нам покажете какой-нибудь мастер-класс? Да, я несколько слов сначала скажу. Один уже говорил о том, что очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой. И нас, как артистов, в первую очередь, конечно, учат основам дыхательной гимнастики. Для профилактики это очень полезная система. Также для голоса. Я слышала вопрос о голосе и опасностях, связанных с этими заболеваниями дыхательных путей. Если в день уделять минут 15, максимум 20 для этих упражнений, то можно предотвратить заболевание. Ну и, конечно, улучшить свою дыхательную систему вообще. Система называется дыхательные упражнения Стрельниковой. Они основаны на системе парадоксального вдоха. То есть не как обычно мы дышим в момент вдоха, у нас расширяется грудная клетка. Тут наоборот. Все практические упражнения основаны на сжатии грудной клетки. Таким образом мы накачиваем нашу диафрагму. Она становится гораздо закаленнее, увереннее себя будет. Тренированнее, конечно. И голосовые данные улучшаются. Ну и, конечно, болеть вы ничем не будете, если регулярно будете делать эти упражнения. Да, в основном начинается основа на кто хочет, может попробовать. Буквально 15 минут, и вам будет на пользу. Нужно делать очень активный вдох через нос. Но вдыхать нужно дышать животом. Вы, наверное, слышали, что полезно дышать животом. Вообще правильное дыхание, когда мы рождаемся, все детки дышат животиком. Потом мы перестраиваемся. Девушки часто начинают дышать грузью, да? То есть это эмоциональная наша составляющая. Но очень часто мужчины, да, мужчины правильно дышат животом. И нужно стремиться к тому, чтобы научиться дышать животом. Для этого нужно положить руку на живот вот сюда и попытаться подышать носом, да? Почувствовать, как у вас живот реагирует. То есть надувается, так скажем, да? Короткие вдохи. Начинаем с 4 раз, потом увеличиваем на 8 раз. Ну, где-то через 2 недели занятия вы легко будете выполнять и 8 раз. Начинаем с 4 раз. Первое упражнение «Хищник». Представьте, что всегда подключаем воображение, чтобы легче было нам выполнять и интереснее. Представили, что где-то пробежал какой-то кролик. Пусть будет кролик. А вы, как хищник, вы последуя нюхаете. Носом очень активно нужно делать вдох 4 раза и выдыхать на звук «ш». Со звуком «ш» легким, да? Смотрите, как я делаю и повторяем со мной. То есть... Вместе. И... Вы чувствуете, да, как кислород попадает нам вот сюда? Следующее упражнение. Мы пока так немного вас познакомили. Такой небольшой комплекс, который вы будете в дальнейшем, может быть, использовать. Ставим ручки сюда, ладошки. Ладошками хватаем воздух, набираем воздух 4 раза. Вдыхаем опять же в животик и на звук «ш» выпускаем воздух. И... Совершенно верно. Далее кладем руки вот сюда, вот таким образом. И резко опускаем руки, также дышим 4 раза, делаем вдох. Следующее упражнение называется «насос». Для этого нам нужно будет наклониться. Не надо себя слишком мучить, то есть делайте это по мере своих физических возможностей. Наклоняясь, вдыхаем. Вот здесь уже у нас начинается напряжение в области грудной клетки, потому что мы вдыхаем воздух в неудобном для себя положении. То есть парадоксальный вдох происходит, да? Повторяем вместе. И... Аккуратненько. И... Также упражнение «обними плечи». Для этого нужно стать немного шире. Правая рука у нас пойдет сверху на плечо, а левая рука вот сюда у нас опускается. То есть вот в этот момент сжатие грудной клетки мы вдыхаем, раскрывая руки, выдыхаем. Веселее и с улыбкой. И... Вот такое упражнение. Вообще в идеале оно выполняется в количестве 96 раз. Но начинать нужно, конечно, где-то с количества 50 раз. И упражнение «кошечка». То есть мы как будто приседая берем воздух с одной стороны, выпрямляясь, выдыхая, вот здесь его выбрасываем, и с другой стороны берем, выпрямляем. Начнем справа вместе со мной. Ш... 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 Это упражнение развивает еще и вестибулярный аппарат. Почему? Потому что координация движений совмещается, да, с нашим дыханием. И у нас начинает также работать активно наш мозг, потому что он наполняется кислородом, обогащается кислородом. Те участки тела, которые, в принципе, куда кислород не поступает часто, да, это очень полезное упражнение. Но первое время может даже возникнуть головокружение, потому что мы не привыкли получать тот кислород, который, в принципе, мы можем получать. А дыхание, как говорится, это жизнь. В принципе, это такой небольшой комплекс, упражнений еще больше есть, но вот этих упражнений будет достаточно для такого начального базового уровня. АПЛОДИСМЕНТЫ Многими народными рецептами лечения насморка поделились с нами наши сограждане. Давайте посмотрим сюжет. Ну, насморк, вот у них насморк, я замечаю, они сразу вот дышать начинают плохо, ночью, особенно у них ночью все начинается. Вот от этого я им даю терку, это морковку через терку, потом это в нос капаю, для носа там средства в разных этих, в аптеках есть. Все, ромашку завозу, ромашка очень помогает на все. Лично я борюсь с насморком, это или интерферон покупаю в аптеках, или по старому рецепту, в общем, чеснок с маслом растираю, смешиваю, и потом саму жидкость эту полностью в нос, как бы полностью смочить надо там в носу, вот это все, и очень эффективный чеснок, вообще очень хорошая вещь. Варю и все, полчаса, чтобы оно было очень крутое, и потом вот так катаю, тряпочки вот, платок носовой возьму, заверну и вот так вот прогреваю. И тогда и гаморита не будет. Вот проблемы с носом, а как вы боретесь с ним? Ну, обычно для капли, для носа, вот эти, это и помогает. Смог лук побольше употреблять в этот период, стараюсь. Стараюсь, чтобы это лекарство не пить, чистый воздух, самое главное, чистый воздух нужен, чтобы мектон нас не отравил. Мы не болеем, мы девушки здоровые. Ну, лучшее средство от нас, Норка, носовой платок. Спасибо. По поводу сосудосуживающих капель, капель в нос, хотел бы сказать пару слов. Дело в том, что у нас сейчас в аптеках, в розничной сети очень много различных сосудосуживающих других носовых капель. Умное разнообразие, да? Дело в том, что их бесконтрольно пользуются, и не по показаниям, просто заложил нос, не следует вовсе, так как это может привести к возникновению так называемого медикаментозного ринита. Это по новой классификации болезни носа, так? Вот. И в последующем нам приходится уже бороться с этой зависимостью. И порой приходится прибегать к хирургическим методам лечения. Поэтому очень настоятельно хочется порекомендовать тем пациентам, потенциальным пациентам, да, кто не использует вот эти капли без особой надобности. Дело в том, что они должны использоваться строго по показаниям. А показания – это возможно развитие синусита, то есть всяких возможных гайморитов, фронтитов, этмайдитов. Атит должен быть. То есть строго по показаниям. Из-за того, что просто нос заложило, идти в аптеку, покупать средства от заложенности носа, вовсе этого не следует делать. При вирусных насморках насморк проходится? Это абсолютно нет. Особенно при вирусных насморках, при простудных насморках, которые возникают, и которые имеют приходящий характер, этого вовсе делать не следует. Что касается использования сосудосуживающих препаратов в детском возрасте, это тоже большой вопрос. С которым сталкиваются наши родители. Дело в том, что в носу у взрослого человека имеются так называемые ковернозные тела. И мишенью вот этих вот капель, которые мы назначаем по показаниям, являются вот эти вот ковернозные тела. Пазухи, да? Ковернозные тела. В детском возрасте вот эти ковернозные тела отсутствуют. То есть, поэтому считать эффективными использование сосудосуживающих капель в детском возрасте, это минимум было бы неправильно. Поэтому в детском возрасте вовсе не следует использовать вот эти вот сосудосуживающие препараты. Есть, опять-таки, масса других средств, которые в таких случаях... Еще более осторожным надо быть, да? ...помогают детскому организму, которые, в общем-то, в реабилитации детского организма. Слизистая оболочка очень нежная. То есть, с учетом вот этого детского возраста есть и другие средства. Поэтому, вот, что касается сосудосуживающих капель, это глобальная проблема. Это проблема не только Кыргызстана, я думаю. То есть, посоветуем быть внимательными, осторожными, внимательно читать инструкции. И не прибегать, с большей частью, это вирусные заболевания, самоизлечивающееся состояние. Я вот хотел бы узнать, вот... Я так слышал, что когда у человека проблема с печенью, это тоже, как бы, вот вызывает вот аллергические всякие заболевания. Это правда? Аллергические заболевания вызывают состояние желудочно-кишечного тракта, в том числе и печени, и желчного пузыря. Особенно это, ну, при аллергических ринитах, оно меньше, но больше при кожной аллергии. Вот кожная аллергия, атопический дерматит, или в народе говорят экзема, да, или крапивница, эксудативный диатез и так далее. Это народное... Поэтому, если есть проблемы с печенью, желчным пузырем, там, запоры особенно, или неустойчивый стул, наоборот, да, то, возможно, будут проявления со стороны... Будут проявления аллергические заболевания, особенно со стороны кожи. Битбоксы – это артисты, для которых здоровый нос – это, ну, является вообще всем. Я сюда приглашаю сейчас Рустама Бенгельевского и Марка Сверидова, и вот они нам расскажут, что за это творчество. Пожалуйста, встречаем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Купил породистого котенка за тысячу долларов. Представляете, ночью или выжив. Потому что одновременно душили аллергия и жаба. Это передача не про медицину. Это передача про то, как сберечь свое здоровье и надолго оставаться счастливым и бодрым. Мы благодарим всех за участие в нашей программе. Пока! Летите к мечте, стремитесь к вершинам. Ведь жизни и здоровья даны нам не зря. Цените родных, берегите любимых. Но только прошу, не болейте друзьям. Но только прошу, не болейте друзьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова